Всем привет! Вы наверняка знаете разные способы парсинга XML, однако в случае с HTML все обстоит не так просто. Но тем не менее, жизнь облегчает односторонняя разработка под названием JSOB. Ее будем использовать для сегодняшнего парсинга HTML. Скачать данную библиотеку можно вот с этого сайта. А парсить будем сайт fopda.ru на предмет вот этих статей. Распарсим заголовок и ссылку на данную статью. Итак, приступим. Для начала объявим некий список, в котором будем хранить наши статьи. Нет, а еще лучше, мы должны описать общий класс, в котором будет храниться информация для каждой из наших статей. Значит, будет класс article, в котором будет два поля, url и name. И name. Добавим здесь методы get-receptor. С помощью волшебных средств среды разработки. И конструктор. Пусть он у нас будет один. Который принимает два параметра. Итак, теперь объявим, собственно, список, в котором будем хранить наши распарсенные статьи. Article, article list, re-list. Теперь, собственно, приступаем к соединению с сервером, к парсингу сайта и анализу статей. Для этого используем класс документ, который входит в поставку библиотеки JSOB. Так, что-то монитор импортируя. JSOB. Так, документ. JSOB. Connect. И указываем сайт, которому необходимо приконнектиться. В нашем случае это http. fopda.ru И метод get. Обрабатываем ошибки. Точнее, выбрасываем их. Без обработки. И выполняем, собственно, анализ. Считанного документа. Для этого используем класс элемент. Элемент. Давайте посмотрим на нашу страницу. Проинспектируем. И видим, что... Статья содержит в своем HTML-коде tag h1. Заголовок, в котором есть ссылка. И внутри идет текст. То есть, то, что нам нужно. Значит, нам необходимо считать элемент h1. получить доступ к ссылкам, вырезать из атрибута href ссылку на статью. А затем из внутреннего элемента span вырезать текст. Так. Хорошо. Значит, элемент h1. Элемент. Док. Get. Элемент. 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 By attribute. Value. By attribute. Value. Будем использовать трибут класса. И значение у него должно быть list. Post. Title. Значит, класс. List. Post. Title. Таким образом, мы должны получить все элементы h1. То есть, заголовки статей на загруженной странице сайта. В нашем окне браузера. Значит, h1. Теперь нужно пробежаться по этим элементам h1. По нашим элементам h1. И над каждым из них выполнить определенные действия. А именно, значит, нам нужно получить элемент a. То есть, ссылку. Элемент. А элемент. Достаем из h1 элемента. Неправильно написал. h1 элемент. Child 0. Поскольку ссылка находится у нас на первой позиции внутри тега h1. Child 0. Так. Объявим временную локальную переменную URL. Куда поместим значение ссылки. Вырезан из атрибута. Оттру. Хрэф. Так. А теперь получим значение текста. Из внутреннего элемента для ссылки. Значит, это у нас будет title. А элемент. По элементам тег спан находится тоже на первой позиции. Значит, используем child 0. А уже у тега спан. После того, как мы получаем по child 0 этот тег. Вызываем метод текст. Который позволяет нам получить, собственно, внутритеговое содержимое. И добавляем в наш список article list. Новую статью. Uarticle. Где в конструкторе передается первым параметром URL. А вторым параметром title. Так. После того, как анализ всех элементов h1 завершится. Наш список будет полон. Давайте выведем на экран то, что у нас там получилось. Что у нас там напарсилось. Article list. For each. Так. System.out. Так-так. И println. Println. А еще давайте здесь переопределим метод. ToString. Чтобы все было красиво. ToString. Ок. Значит. Приконнектились. Получили все статьи на текущей загруженной странице. По всем этим статьям или по заголовкам бежим. Вырезаем ссылки. Вырезаем заголовки статьи. Добавляем в список наших объектов. И в дальнейшем, если писать полноценную программу, можно работать с данным списком статьи и выводить, например, в своем Android приложении и тому подобное. Запускаем. Замечательно. Все отработало. Ссылки есть. Заголовки есть. Как видите, все отлично распарсилось. Я не знаю, может быть это какие-то глюки в библиотеке, но иногда она отрабатывает не совсем корректно. То есть те или иные методы, которые, казалось бы, должны работать в данном месте, оказываются не работоспособными. То есть теги могут оказаться пустыми или еще что-то. Так что будьте внимательны. В принципе, разработчик занимается постепенным развитием данной библиотеки и есть смысл надеяться, что все текущие ошибки будут исправлены в будущем. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока.